Приветствую вас, Юлия, давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите про измену молодого человека и про то, что это были измены с девушками, которые специализируются на оказание этих услуг. Вы говорите о том, что у парня была проблема с потенцией, вот, и вы говорите о том, что терпели это долго, несколько лет, а не знаете, как у вас хватило терпение, вот, но в итоге вы уже в несколько лет. Далее вы узнаете, что были измены, и, значит, соответственно, вы говорите, я не могу его до конца простить, неужели было сложно поговорить со мной, вот, вам кажется, что он врет, вот, и что вы два года припоминаете ему это, устраивает истерики, что делать, действительно, или мужчина может ходить к проституткам, пищевые, просто из-за неверности и невроза. Да, действительно, это действительно может быть, может быть так. Только вам от этого, на самом деле, будет ни холодно, ни крича, потому что есть в вашем болезненном восприятии этого, это во-первых. Есть контекст вашего взаимодействия с мужчиной, то есть, ну, то бишь, контекст того, как вы видите человека, да, контекст того, как вы к нему относитесь, к мужчинам. Вот, и я не говорю здесь, ни в коем случае не говорю здесь о том, что вы там хорошо к нему относитесь, или плохо, это я, об этом точнее, а я судить не хочу и не буду, вот, на мой взгляд, это, ну, вообще некорректно это делать. Вот, я просто хочу сказать, что вот есть у вас такая проблемачка. Значит, что хочется сказать, ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что действительно, измена, это, это травма. Это травма, и вот, психологическая, в первую очередь, травма. Вот, и вам эта травма нужна, как и, в принципе, любую другую, да, вам ее нужно прожить, вот, потому что, в определенном случае, она будет, будет, ну, будет вас, так вот, и мучить, будет вас, так, беспокоить, будет вас, ну, тревожить, да, и так далее. Это первое. На что я бы хотел обратить, обратить ваше, ваше, ваше внимание. Вот. А второй момент, это то, что, совершенно очевидно, на мой, на мой взгляд, что еще до того, как это случилось, да, вы себя как-то вот пережимали, вы себя как-то выставляли, если угодно, быть, ну, в отношениях, да, условно, которые, ну, вот, вас как-то не устраивали, то есть вы себя заставляли, вы себя именно что, ломались, ломались здесь. Каким образом и для чего вы это делали, да, это большой вопрос. Вероятно, человек для вас имеет большое значение, вероятно, человек для вас имеет достаточно важное значение, вот. Ну, только вот нужно в данном случае, конечно, постараться увидеть, а что это за значение, да, то есть вот. Когда мы говорим, например, о мужчине, мы говорим о каких ваших к нему чувствах. Когда мы говорим о человеке, когда мы говорим о том, что у вас есть, вот, ну, условно говоря, к нему чувства, вот. А вот о чем мы здесь говорим? Что здесь имеете в виду вы? О каких чувствах вы говорите? Ну, вот. И на что мы эти чувства направили? Конечно, здесь вы сталкиваетесь для себя с очень неприятной ситуацией. Вот, здесь вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно как-то выработать свое отношение к тому, что произошло, к тому, что у, например, вашего мужчины, да, есть, ну, скажем так, свой взгляд на вещи, свой взгляд на, вот, то, что происходит, в том числе и с ним, вот, и в том числе с вами. И вам нужно выработать к этому отношение. Вот. Ну, принимаете ли вы это? Принимаете ли вы его таким или нет? Очень важным моментом является, также, на мой взгляд, и то, что вот у него были определенные проблемы. Дело в том, что интимная жизнь является довольно-таки хорошим, на мой взгляд, иллюстратором отношений между людьми в целом. То есть, если у молодого человека не получалось с вами, но получалось с другими, то, вероятно, в ваших отношениях было что-то такое, вот, что подавляло в той или иной степени в той или иной степени вот, каким образом, как это происходило и так далее, на мой взгляд, нужно разбираться, на мой взгляд, нужно смотреть, но, вот, я могу сказать, что какая-то проблематика все-таки все-таки здесь имеет место быть, и с ней нужно разбираться. Помимо этого, вам для того, чтобы разобраться в себе, нужно ответить на один такой важный, как мне кажется, вопрос, что для вас в целом означают отношения с мужчиной, да, то есть, ну, чего вы ждете, например, вот от отношений с ним, чего вы хотите от отношений с ним, и так далее. Эта проблема вытекает из того, о чем мы говорили до этого, что какие у вас, собственно, чувства к человеку, вот, поэтому вот это вот в какой-то степени не дифференцированность вашего отношения к мужчине, да, вызывает, конечно же, некоторый вопрос. вот, потому что, да, вы говорите о своих переживаниях, ваши переживания вне всякого сомнения важны, и я прекрасно понимаю, что вам больно в этой ситуации, в которой вы оказались, но давайте все же постараемся увидеть, а вы же, получается, спрашиваете, ну, вот задаете свой вопрос в том смысле, что, возможно, готовы как-то принять то, что ваш мужчина делал, то есть вы готовы принять, то, что он, например, вам изменял, и дело здесь не в том, что вы не должны это понимать, а в том, из чего, из какого чувства вы это делаете, из какого чувства вы его, например, готовы принять и простить. Вы говорите, что вы не можете его простить, а хотите ли вы его простить? Дело в том, что прощение не работает как бы по желанию, скажем так. Прощение это то, что работает исключительно по определенному психоэмоциональному состоянию человека. То есть если вы, например, будете себя заставлять простить человека, то само собой хорошего из этого ничего не произойдет. И напротив, если вы просто прислушаетесь к себе, да, если вы просто увидите, какие чувства у вас в той или иной степени есть в этой ситуации, да. То есть вот буквально к молодому человеку, как и у вас чувства, то я думаю, что шансов, на мой взгляд, у вас, естественно, станет больше и гораздо больше. Вот. Только для этого, повторюсь, нужно разобраться в себе. Ваш вопрос, где вы спрашиваете, что делать, не совсем в этом смысле корректен. Потому что, на мой взгляд, и я надеюсь, что вы с этим согласитесь, только вы знаете, как вам действовать, только вы знаете, как вам поступать. И только для вас есть вот то решение, которое сто процентов вам подойдет. Не для этого, чтобы его принять, нужно разобраться в себе и пролить все эти чувства, которые сейчас вызывают у вас, ну, какую-то боль, беспокойство и так далее. Не потому что они не нужны, а потому что вы не сможете увидеть, что за ними дальше, собственно говоря, скрывается. Вот. Как я и сказал, многое вытекает из характера взаимодействия между вами и мужчиной. Я думаю, что определить то, что для вас значит человек, я думаю, постараться понять, что для вас он значит, и заметить, чего вы хотели бы от него, чего вы хотите от него. Потому что это, на мой взгляд, является тем очень важным аспектом, который сейчас для вас немножечко померк, как мне кажется. Ситуацию довольно сильно осложняет тот факт, что вы, получается, терпели много, то есть вы терпели, ну, какое-то неудобство, вы заставляли себя. Да, вот это, конечно, серьезная проблема, потому что вы еще на молодого человека и обижены. Я думаю, что вам нужно честно спросить себя следующее. Ваши отношения к тому, что произошло, связаны с тем, что вас это как-то вызывает, или ваши отношения к тому, что произошло, связаны с тем, что это немножечко, мягко говоря, не соответствует вашим, так скажем, ценностям, которые у вас есть. Значит, давайте начнем с этих аспектов, да, давайте постараемся начать с этих аспектов. Вот. Вы устраиваете истерику, пишите вы. А что это за чувство, которое, ну, возникает перед истерикой и выражается в истерике? Что это за ощущение? Вы говорите о том, чтобы он мог бы со мной поговорить. Опять же, как вы себя ощущаете, когда это выражается? Давайте вот с этих моментов мы с вами начнем. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.